Добрый день, коллеги. Здесь на первом слайде вы можете видеть ту структуру, которая на страже биологической безопасности, ветеринарного благополучия стоит. Здесь разделены на федеральные и региональные уровни, отдельно серьезным кластером, хоть и небольшим размещением на слайде, но серьезным большим кластером в жизни является не государственная ветеринарная служба, а собственно коллеги, в которую большинство сегодня участников пленарного заседания входят. Такая структура неизбежно влечет за собой весьма сложную координацию всех этих уровней и ряд вопросов носит межсекторальный характер, о чем я скажу далее. В рамках выполнения наших масштабных задач в сфере ветеринарии и обеспечения биологической безопасности страны Департамент ветеринарии как уполномоченный орган осуществляет нормативно-правовое регулирование. Базовой долгосрочной целью является нормативно-правовое регулирование обеспечения благополучия животных и получаемой от них продукции. Переечень плюнчевых мероприятий, вы видите их на слайде, входят совершенствование нормативно-правовой базы, в том числе по контрольно-надзорной деятельности цифровизация, регулирование вопросов обеспечения ПИС-благополучия, регулирование обеспечения организации деятельности ветеринарных лабораторий, совершенствования системы диагностики, создания благоприятных условий для взаимной торговли подконтрольными товарами и, собственно, в рамках совершенствования диагностики именно по болезням животных и контроля безопасности продукции животноводства. Эпизотическое благополучие возможно обеспечить нашими общими усилиями только при применении комплекса мер, реализация отдельных мер требует нормативного закрепления и, соответственно, совершенствования действующих норм с участием различных федеральных органов исполнительной власти. Вот те, примерно, инструменты и методы, которые направлены на эпизотическое благополучие нашей страны, вы видите на экране. Отдельно, коротко хотел бы на некоторых из них остановиться. Ну, компартментализация и совершенствование регионализации. Все вы, коллеги, знаете, что у нас компартментализация пока что на территории Российской Федерации проведена только в отношении свиноводства. Предприятие по содержанию свиней и также по сектору переработки. Проект закона, наделяющий полномочиями по установлению правил компартментализации Минсельхоза, разработан давно. Но вы все в этом активно принимали участие. Он находится сейчас в правительстве Российской Федерации. И мы надеемся все-таки на принятие соответствующего законопроекта в осеннюю сессию. Помимо компартментализации, в нем также содержатся основные условия для проведения учета и маркирования животных на территории Российской Федерации. В рамках ужесточения мер административной ответственности уже в Государственной Думе и еще в феврале месяце прошедшее первое чтение, наш законопроект по увеличению размера административных штрафов за несвоевременное извещение о фактах заболеваний и сокрытии сведений о падеже животных. Также за повторные нарушения, в том числе повлекшие за собой возникновение очагов заразных болезней животных. Тоже с Госдумой буквально только вчера проводил такие рабочие консультации с осторожным оптимизмом. Конечно, надеюсь, что еще в весеннюю сессию удастся рассмотреть данный законопроект на площадке Госдумы во втором-третьем чтении. Но если они уложатся в график, значит, однозначно будем рассчитывать на принятие данного законопроекта в осеннюю сессию. Ведется методическая работа региона с регионами Минцельхозом России, в том числе по координации деятельности по обеспечению эпизотического благополучия на территории регионов. У нас активно в этом участвует наше подведомственное учреждение «Центр ветеринарии». Регионы как дистанционно получают консультации, так и непосредственно в ходе выезда, осуществления контроля и методической помощи. Российская Федерация отдельно реализует свои полномочия с предусмотренной законом о ветеринарии по обеспечению проведения противоэпизотических мероприятий. Ежегодно из федерального бюджета выделяются средства на закупку порядка 75 наименований средств вакцинопрофилактики и диагностики против 23 особо опасных и социально-экономически значимых заболеваний. Отдельным блоком для себя мы видим это взаимодействие с Минприродой России. Буквально последние два года эта работа с мёрстовой точки сдвинулась. Соответствующие поручения появились в рамках противоэпизотической комиссии на площадке правительства. И все-таки защита нашего сельхозтоваропроизводителя от угроз, проистекающих от дикой фауны, тоже в фокусе работы Минсельхоза. Планируем вместе с вами работу по созданию системы реагирования на вспышки. Сейчас мы видим только систему компонтации. Прогноз, по сути дела, расчёт рисков на данный момент не производится. Соответственно, прорабатываем вопрос о создании некой интеграции, скорее всего, на базе федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии ВЕТИС, с некой системой реагирования, которая поможет проводить аналитику и прогнозирование и станет серьёзным подспорьем для сельхозтоваропроизводителей при планировании своих, собственно, инвестиционных проектов и при оптимизации экономических расходов на проведение противоэпизотических мероприятий. Значит, конечно, нормативное правоорегулирование здесь практически стоит на первом месте. У нас серьёзные масштабы этой работы издано в плане обеспечения эпизотического благополучия более 37 актов за последние несколько лет и 29 нормативных правовых актов мы видим для себя ещё до конца года. Безусловно, основным инструментом нормативного правоорегулирования является современная актуальная нормативная база. Тут слайд, вот такие вопросы, почему он сделан так, потому что здесь основные документы, которые мы берём за основу для пререализации цели обеспечения эпизотического благополучия. Закон о ветеринарии, естественно, раскрывать здесь не будем, но это является нашим основным нормативным правовым актом. Отдельно немножко раскрою то, что по 184 федеральному закону является полномочием субъекта. Это является основой к выстраиванию взаимоотношений при проведении мероприятий по эпизотическому благополучию. Это полномочия и собственные полномочия субъекта, и, соответственно, на территории региона именно в соответствии с этим полномочием проводятся и планируются противоэпизотические мероприятия. Это к вопросу вчера, заданному на экспертном совете, почему мы не можем сделать единые правила по всей стране, потому что именно есть такая полномочия регионов, которую они вправе реализовывать собственными силами и по собственным планам. Отдельный акцент вам делаю на вновь принятом, буквально вступившем в силу с 1 января этого года, законе, федеральном законе номер 492 о биологической безопасности территории Российской Федерации. Здесь появились новые полномочия, в том числе у субъектов Российской Федерации. Из новаций этого закона мы планируем в следующем году централизовать планирование противоэпизотических мероприятий на федеральном уровне, и, соответственно, единственный национальный план будет утверждаться уже на уровне федерации. Помимо этого, у регионов Российской Федерации появилась полномочия по участию в проведении мониторинга биологических рисков. Обратите на это внимание, если ранее субъектом Российской Федерации собственные, скажем так, юристы региональные отказывали в финансировании и мониторинга, в связи с отсутствием такого полномочия, сейчас такое полномочие появилось. Но, возвращаясь к этому слайду, основа всего нашего нормативного правового регулирования, мы видим гармонизацию с международными требованиями, с требованиями Международного эпизотического бюро. Соответственно, разработан в Международном эпизотическом бюро так называемый ПВС-анализ, который представляет необходимые элементы для деятельности ветеринарных служб на всех уровнях. По нормам МЭП, эффективность деятельности ветеринарной службы строится на четырех фундаментальных основах. Это, в первую очередь, наличие людских, материальных и финансовых ресурсов, необходимых для привлечения средств и специалистов, обладающих техническими навыками, и соответствующей, должно быть они обеспечены нормативной базой. Это научно подкрепленные технические возможности и полномочность взаимодействия с заинтересованными органами, то есть взаимодействия как с федерацией, так и на уровне межрегиональном, и внедрение инновационных методов, гармонизация международных норм. Эти элементы входят в ПВС-анализ. В рамках проводимой, ну, здесь на этом слайде вы видите, собственно, работу департамента в последние несколько лет. Мы видим нормативную базу до 2018 года. Мы видим, что с 2018 года у нас уже принято. И, собственно, перспективы движения департамента в ближайшие годы тоже представлены на этом слайде. Серьезной вехой была передача на федеральный уровень ветеринарного надзора. Работа в этом направлении идет. Сейчас с регионами в том числе прорабатывается вопрос, предусмотренный законом о передаче надзора за гражданами, чтобы возможность надзора за гражданами была на региональном уровне. Предусмотрена она, еще раз говорю, законом. Нормативно-правовая база в настоящее время состоит более чем из 250 документов. Требованием 247-го федерального закона об обязательных требованиях тоже вступили в силу не так давно. Вся нормативная база в области ветеринарии, как и в других областях обязательных требований, должна актуализироваться раз в 6 лет. Собственно, вот за последние 3 года в плане в том числе этой работы разработаны и приняты 6 федеральных законов, 17 постановлений правительства. Сильно хотелось подробно рассказывать о том, что на слайде. Я думаю, что попрошу все-таки Центр ветеринарии моей презентации передать организаторам совещание, полинарное заседание, для того, чтобы было возможности потом рассмотреть и дополнительно задать вопросы. Но в конце хотел бы остановиться именно на эпизотическом благополучии и нормативных актах, которые буквально свежие, даже можно так сказать совсем горячие по данному направлению. Как я уже говорил, ранее вступили в силу с 1 марта правила по африканской чуме свиней. Регламентированы сроки принятия решений довольно жестко. Мы сейчас по всем заболеваниям оставляем возможность принятия решений буквально в течение 48 часов от даты регистрации заболевания. Соответственно, то же самое проведено и в новых правилах. Введены новые понятия, угрожаемая зона и зона наблюдения. Дополнены основания по подозрению заболевания. Регламентирован порядок лабораторных исследований. Трое правил одним пакетом приняты буквально были недавно. Вступают в силу с 1 сентября. Это правило по ящеру, по высокопатогенному гриппу птиц и полейкозу крупного рогатого скота. Здесь ящер, если рассматривать, то большого изменения, конечно, не претерпел. Там есть уточнение по методам исследований. Ну, собственно, на экране выведены, изменены зоны. Но правила были свежие 2018 года, попали под рекуляторную гильотину, поэтому мы их переиздали. Соответственно, по гриппу птиц, как я уже сказал, высокопатогенному гриппу птиц, правила требовали прям острой актуализации. И правила 99-го года по реквозу крупного рогатого скота тоже требовали острой актуализации. Отдельно документ, который буквально зарегистрирован в Минюсте позавчера, те, кто подписан на меня в соцсетях, то есть те видели, я сразу же буквально после регистрации в Минюсте это опубликовал. Правила по гукообразной энцефалопатии крупного рогатого скота. Для производителей очень серьезные изменения. Почему, собственно, эта работа была проведена? Потому что Российская Федерация ставит перед собой амбициозные цели по получению официального статуса МЭП, благополучия по данному заболеванию. Несмотря на то, что благополучие по данному заболеванию мы с вами понимаем исторически у нашей Родины, но в 2018 году заявка, поданная в МЭП, была отклонена, в том числе ввиду отсутствия актуализированной или современной нормативной правовой базы. Надеемся, что принятие этих правил и их вступление в СИУ с 1 сентября также принесет пользу и откроет экспортные возможности для Российской Федерации. На что хотел обратить внимание? В данных правилах в соответствии с документами Таможенного союза и с кодексом МЭП впервые введено такое понятие, как материалы специфического риска, которые теперь необходимо будет в ходе убоя восприимчивых животных, в ходе убоя крупного рогатого скота, удалять и уничтожать методом сжигания. Это важное мероприятие, поэтому возможно некоторым сельхозтоваропроизводителям придется перестроить или внести какие-то изменения в порядок убоя и контроля за этим мероприятием, но на это обратите внимание. Также вот с правой стороны экрана вы видите тот, можно так сказать, не короткий список, который сейчас находится в непосредственной работе у Департамента ветеринарии. Большинство из этих нозологических единиц мы планируем принять и опубликовать уже в текущем году. Коллеги, собственно, по основным вопросам нормативно-право-регулирования я коротко доложил, поэтому тоже готов ответить. Спасибо большое, Андрей Александрович. Со своей стороны я хотел бы отметить, что между экспертным советом по ветеринарии при Национальном союзе свиноводов и Минсельхозом, так же как и Росельхозом, налажена хорошая связь по взаимодействию. Мы активно участвуем тоже в разработке нормативно-правовых документов, и нас слышат, и мы видим, что работа ускорилась за последний год и месяцы. И вот там в правой колонке сейчас лептоспироз наш увидел долгожданный, мы все ждем, когда оптимизируют эти правила, и будем очень рады, если это случится. Ну так же, как и порадуемся другим документам новым, и активно примем участие в обсуждении тех моментов, которые именно важны для отрасли. Было бы очень хорошо, конечно же, вот эти слайды тоже нам получить, распространить, потому что, мне кажется, они реальную картинку сейчас показывают, и всем становится понятно, что происходит. Вот, большое спасибо и за доклад, и вот за сотрудничество, которое активно мы ведем последний год. Мы двигаемся дальше, Андрей Александрович, будем в дежурном режиме вопросы задавать вам. Спасибо, коллеги, я на связи. Продолжение следует...